В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». В этом году в бюджете столицы предусмотрено почти 5,5 миллионов евро, что примерно на миллион больше прошлогоднего, на развитие молодежного спорта. Более подробно на эту тему мы поговорим с вице-мэром столицы Михаилом Кылвартом. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. Средства выделены, и вот как раз сегодня состоится подписание договоров со спортивными клубами. Да, начнется процесс, потому что речь идет о 148 документах, которые нужно подписать, потому что именно столько клубов получат финансирование на более чем 20 тысяч занимающихся. И речь идет прежде всего, конечно, о детях и молодежи в возрасте 7 до 19 лет. С чем связано увеличение вот этих средств? Надо отметить, что в этом году мы увеличили подушное финансирование спортивной деятельности, практически на миллион евро, что составляет более 21% повышения. Если раньше на одного занимающегося в год выделялось 165 евро, плюс различные коэффициенты, которые увеличили эту сумму, то теперь базовая сумма 200 евро на одного занимающегося в год. К этому добавляется сумма для успешных клубов, которые активно участвуют в спортивной жизни, проводят соревнования, выступают на международных турнирах. Они получают еще дополнительно 45 евро на одного занимающегося. Таким образом, в этом году существенно увеличилось финансирование спортивной деятельности, что на самом деле, надо признать, было достаточно давно ожидаемо, потому что, как мы все знаем, расходы растут на аренду спортивных площадей, будь то спортивные залы, бассейны или стадионы, на зарплату тренерам. И именно на эти расходы, прежде всего, и предусмотрено финансирование, которое выделяет город. Плюс участие в соревнованиях и покупка инвентаря. Михаил, как по-вашему, что изменится в спортивной жизни столицы? Увеличение финансирования означает дополнительный ресурс, который можно будет использовать на выезды на соревнования или на увеличение зарплат тренерам. При этом нельзя забывать, что финансирование накладывает и определенные обязанности на администрацию спортивных клубов, потому что, согласно договору о поддержке, клубы должны предоставлять при необходимости до 10% бесплатных мест для занимающихся и до 20% со скидкой в 50%. Как правило, это происходит на основании заявления, и речь идет прежде всего о детях из малообеспеченных семей. На какие еще виды спортивной деятельности пойдут деньги? В этом году город традиционно выделяет 250 тысяч на проведение международных спортивных мероприятий. Как правило, это или титульные соревнования, или крупные международные турниры. Также 80 тысяч выделяется на проведение местных соревнований и 60 тысяч на проведение чемпионатов Таллина по различным видам спорта. Михаил, напомните, пожалуйста, какие крупные спортивные объекты открываются в нашем городе в этом году? Ну, прежде всего, в очередной раз хотелось бы напомнить, что в этом году мы открываем спортивный комплекс Сыля на одноименные улицы, долгожданный мультифункциональный комплекс, где будет и бассейн, и зал для игровых видов спорта, и для фехтования, и тренажерный зал. Рядом уже, в принципе, готов к использованию крытый стадион, футбольный стадион. Такой же крытый стадион также готов к использованию и в Ласнаме, рядом с легкоатлетическим комплексом в Ласнамеевском. Поэтому у нас практически в один короткий период в Таллине появились два крытых футбольных стадиона, что само по себе является новшеством, но долгожданным, потому что играть в футбол зимой, как вы знаете, нам не позволяют погодные условия, при наличии куполов над стадионом такая возможность появляется. Тем более, что наши жители очень любят спорт. Спасибо, Михаил. Успехов вам. Спасибо. Информационный блог «Доброе утро, Таллинн» подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях был вице-мэр Таллина, Михаил Килвард. «Доброе утро, Таллинн» подошел к своему завершению.